Насколько крошечным может быть полноценный самолёт? Некоторые умудряются летать на агрегатах, которые размером с чемодан. Я собрал для вас самые удивительные и маленькие самолёты, которые когда-либо были созданы в США. И поверьте, вы сильно удивитесь, особенно в конце. WeBe. И начну с этого малыша. WeBe, созданный инженерами компании Bee Aviation Associates, Инка, дебютировал в 1948 году в Сан-Диего, США. Этот ультралёгкий моноплан примечателен тем, что зарегистрирован в Книге рекордов Гиннесса, как самый лёгкий управляемый самолёт в мире, весом всего в 95 килограммов без загрузки. Это как небольшой мопед, представляете? Оснащённый двухцилиндровым двигателем Kikhaifero 40 535 мощностью 30 лошадиных сил, WeBe мог развивать максимальную скорость до 132 километров в час. Неплохо, да? Особенностью WeBe была его конструкция. Пилот управлял самолётом, лёжа на его фюзеляже, что было необычным решением, и требовало особой отваги и мастерства. Самолёт имел размах крыльев 5,49 метра и длину 4,32 метра, что делало его достаточно компактным для перевозки и хранения. Несмотря на то, что был построен только один прототип, WeBe оставил заметный след в истории авиации, продемонстрировав возможности инженерной мысли того времени и стремление к минимализму. К сожалению, оригинальный WeBe был уничтожен во время пожара в музее в Сан-Диего в 1978 году, но позже была создана точная копия, которая сейчас выставлена в новом музее воздухоплавания и космонавтики Сан-Диего. Но не думайте, что это самый крошечный агрегат. Дальше я удивлю вас ещё сильнее. А что скажете про этот безумный самолёт времён Второй мировой? Макдоналл XF-85. Гоблин, прозванный «летающим яйцом» за его уникальную округлую форму, был разработан в качестве истребителя-паразита для защиты бомбардировщиков, таких как конвайер B-36 Peacemaker. Самолёт был создан в ответ на потребность армии США в истребителе, способном сопровождать бомбардировщики на большие расстояния, превышающие диапазон действия обычных истребителей. XF-85 оснащался турбореактивным двигателем Westinghouse J34VE-7, благодаря которому мог развивать максимальную скорость до 1000 км в час. Оснащение включало четыре пулемёта – Browning M2 калибра 12 и 7 мм, расположенных в носовой части самолёта. Одной из особенностей XF-85 была его способность к запуску и возвращению на бомбардировщик с помощью специального механизма трапеции, который позволял самолёту стартовать и приземляться без использования шасси. Однако процесс возвращения на бомбардировщик оказался чрезвычайно сложным и часто приводил к неудачам из-за турбулентности и воздушной подушки, создаваемых большим самолётом. Это вынудило пилотов предпринимать многочисленные попытки захвата трапеции, что часто заканчивалось аварийными посадками. Программа XF-85 была отменена в 1949 году после ряда неудачных испытаний и всего семи полётов. Два прототипа были построены, один из которых находится в Национальном музее ВВС США в Дейтоне, Огайо, а второй – в Музее стратегического воздушного и космического пространства в Эшленде, Небраска. Согласитесь, что выглядит необычно, но вы ещё остальные самолёты не видели? Стиц DS-1 Baby Bird И вот Стиц DS-1 Baby Bird, разработанный Дональдом Стицем. Это яркий пример авиационной миниатюризации. Самолёт, зафиксированный в книге рекордов Гиннеса как «Самый маленький самолёт в мире», в 1984 году был создан специально для установки этого рекорда. Он отличается стальным трубчатым фюзеляжем и деревянными крыльями с размахом всего 1,9 метра. Представляете? Первый полёт Baby Bird состоялся 25 августа 1984 года, и за всё время было совершено около 35 полётов. Оснащённый двухтактным двигателем Хирт, мощностью 55 лошадиных сил, самолёт мог развивать максимальную скорость до 180 км в час. Каждый элемент этого самолёта, от веса до конструкции, был рассчитан на минимализм. Его пустой вес составлял всего 114 килограммов, а максимальный взлётный вес – 193 килограмма. После завершения своей лётной карьеры в 1989 году, DS-1 был передан в музей EAA AirVenture в Ашкоше, где его можно увидеть сегодня. Рискнули бы полетать на таком. А видели, как выглядят авиакатастрофы на подобных самолётах? Покажу в своём телеграм-канале. Benson B-8 Гирокоптер А это Benson B-8 Гирокоптер, разработанный Игорем Бенсоном, является одним из наиболее популярных домашних авиастроительных проектов 20 века. Впервые взлетев в 1957 году, этот автожир стал известен благодаря своей простоте постройки и надёжности. Benson B-8М – моторизированная версия, обычно оснащалась 72-сильным двигателем Маккулах и предлагалась как в виде комплектов для самостоятельной сборки, так и в собранном виде. Он отличался крейсерской скоростью около 100 километров в час и максимальной скоростью 130 километров в час. Конструкция предусматривала возможность установки дополнительного топливного бака, что увеличивало дальность полёта до 300 миль. Этот автожир привлёк внимание как любителей, так и профессионалов своим уникальным дизайном и возможностями, которые позволяли использовать его как для личного удовольствия, так и для наблюдательных полётов. В отличие от вертолётов, Benson B-8М не мог зависать или вертикально взлетать, но мог выполнять почти вертикальные спуски, что делало его особенно привлекательным для частных пилотов. Самолёт до сих пор остаётся достаточно популярным, а на его базе сделали даже несколько модификаций. Star Bumblebee Thrower А теперь взгляните на эту пчёлку. Star Bumblebee 2, разработанный Робертом Старом, дебютировал в 1988 году и заявил о себе как о самом маленьком самолёте в мире. С конструкцией всего 2,69 метра в длину и 1,68 метра в размахе крыльев, этот биплан привлекал внимание своими размерами и мощностью двигателя Continental C-85 на 85 лошадиных сил. Bumblebee 2 устанавливал рекорды не только своими размерами, но и своей способностью развивать максимальную скорость до 305 км в час. Нехило, правда? Но есть один нюанс. После третьего полёта самолёт потерпел крушение из-за отказа двигателя, что привело к серьёзной аварии и травмам пилота. Несмотря на это, Роберт Стар восстановился после происшествия и продолжил заниматься проектированием очень необычных самолётов. Но не думайте, что в воздухе опаснее, чем на земле. Статистику не обманешь, ведь риск попасть в аварию на автомобиле гораздо выше, чем разбиться на самолёте. И главное, чтобы тебя подстраховали. Вот что делать, если попадаешь в ДТП в США? Куда обращаться за помощью, чтобы не обманули? Как получить компенсацию, если у вас нет страховки, компания ДТП? Америка помогла получить компенсации на 21 миллион для своих клиентов. Здесь вам точно ответят на все интересующие вас вопросы. Ссылка в описании. F-A-18 A-Hornet. Ну и давайте расскажу про самый крошечный истребитель. F-A-18. А Хорнет, разработанный Макдоналд Даглас и Нортроп, является многофункциональным истребителем, предназначенным как для боевых, так и для атакующих миссий. Этот самолёт впервые поднялся в воздух в 1980 году и поступил на вооружение ВМС США в 1983 году. F-A-18 способен выполнять широкий спектр задач, включая эскортирование, воздушную оборону флота, подавление вражеских систем ПВО, междуземельные удары, непосредственную поддержку наземных войск и воздушную разведку. F-A-18 A-Hornet имеет длину 17,88 метра, размах крыльев 11,43 метра. Максимальный взлётный вес составляет 23 543 килограмма, а максимальная скорость – 1815 километров в час. Особенности F-A-18 включают способность к полётам во всех погодных условиях и при сверхзвуковых скоростях, а также высокую манёвренность и способность нести большой арсенал вооружений. Hornet также известен своей способностью к действиям с авианосцев, благодаря чему он стал важной частью авиационного компонента ВМС США – F-A-18 A. Hornet активно использовался во многих военных компаниях, начиная с бомбардировок Ливии в 1986 году, войны в Персидском заливе в 1991 году и вторжения в Ирак в 2003 году. С течением времени самолёт прошёл через несколько модернизаций, которые улучшили его боевые и технические характеристики. Маленький, но очень опасный. Minimax 1100R А это Minimax 1100R, представленный компанией Team Minimax – одноместный ультралёгкий самолёт среднеплановой конструкции, предназначенный для самостоятельной сборки из комплекта. Самолёт оснащается одноцилиндровым двигателем Hearth F-33 или Rotex 447, обеспечивающим достаточную мощность для выполнения различных задач. Minimax 1100R первоначально был запущен в 1984 году и до сих пор находится в производстве, что подчёркивает его популярность и надёжность. Самолёт имеет вес в пустом состоянии около 121 килограмма и максимальный взлётный вес – 254 килограмма. Крейсерская скорость Minimax 1100R составляет примерно 104 километра в час, а максимальная скорость может достигать 161 километра в час. Стартовая и посадочная дистанция также весьма скромные, что делает этот самолёт подходящим для использования на небольших аэродромах. Время сборки Minimax 1100R оценивается в 250-300 часов, что делает его доступным вариантом для тех, кто впервые решает собрать самолёт своими руками. Дополнительные характеристики включают складные крылья, что упрощает транспортировку и хранение. Minimax 1100R идеально подходит для любителей авиации, желающих получить доступный, но при этом функциональный самолёт, который они могут собрать и настроить сами, соответствуя своим потребностям и предпочтениям. Я бы хотел себе такой конструктор! BED-BD-5J BED-BD-5J известен как самый маленький реактивный самолёт в мире. Он был разработан Джимом Бедом в 1970-х годах. Этот самолёт является частью серии BD-5, предназначенной для сборки дома из комплектов. Отличительной чертой модели BD-5J является реактивный двигатель, в отличие от других версий серии с пропеллерными двигателями. BD-5J славится своими компактными размерами и высокой производительностью, достигая максимальной скорости в 514 км в час и крейсерской скорости 432 км в час. Лёгкость конструкции самолёта с пустым весом всего 162,7 килограмма позволяет ему занимать звание самого лёгкого однодвигательного реактивного самолёта в мире. BD-5J получил известность благодаря своему появлению в фильме о Джеймсе Бонде 1983 года «Осьминожка», что способствовало его росту популярности среди публики. Несмотря на впечатляющий дизайн, серия BD-5 столкнулась со серьёзными проблемами, включая банкротство компании и надёжность двигателей, что фактически обанкротило компанию. Сегодня BD-5J продолжает быть символом инновационного духа в авиации, и на него можно посмотреть в музее авиации в США. Надеюсь, что когда-то и сам смогу посетить это место. Но идём дальше. Zenith CA-701 Zenith CA-701, также известный как Sky Jeep, это лёгкий самолёт с коротким взлётом и посадкой, разработанный Крисом Хайнцем и впервые представленный в 1986 году. Этот самолёт изначально создавался как комплект для самостоятельной сборки, идеально подходящий для спортивных пилотов и начинающих строителей. Самолёт оснащён фиксированными передними закрылками для увеличения подъёмной силы. CH-701 имеет металлическую конструкцию и может взлетать с участков длиной всего 27 метров на твёрдом покрытии. Эта модель также известна своей удивительной манёвренностью и способностью к взлёту и посадке на крайне коротких дистанциях, что делает её идеальной для эксплуатации в условиях ограниченного пространства. В кабине самолёта, расположенной рядом с широкими дверями для удобства доступа, могут комфортно разместиться два человека. Просторное внутреннее пространство и прозрачная кабина обеспечивают отличный обзор, что критически важно при полётах в сложных условиях. Самолёт оснащён двигателем Rotex 912 мощностью 100 л.с., что обеспечивает достаточную тягу и экономичность. Zenith Cech 701 превосходно подходит для личного использования, обучения, а также для полётов на природу благодаря своим внедорожным возможностям и надёжности. Да и выглядит он великолепно. Hummelbird Ну и последняя птичка. Hummelbird – это экспериментальный самолёт, разработанный Мори Хамиллом, предназначенный для самостоятельной сборки. Этот одноместный однодвигательный самолёт выполнен из металла и обычно оснащается двигателем Volkswagen мощностью от 32 до 45 л.с. Особенностью Hummelbird является его высокая производительность при относительно низкой стоимости и возможности самостоятельной сборки, что делает его популярным выбором среди любителей авиации. Самолёт имеет длину 4,06 метра и размах крыльев 5,48 метра. Пустой вес Hummelbird составляет 136 килограммов, а максимальный взлётный вес – 240 килограммов. Максимальная скорость достигает 233 километров в час, а дальность полёта – 322 километра. Эти характеристики делают его подходящим для коротких и средних перелётов. Hummelbird отличается возможностью установки как традиционного, так и трёхточечного шасси, а также вместительностью топливного бака на 6 галлонов, что обеспечивает неплохую автономность полёта. Самолёт также известен своей устойчивостью и манёвренностью, что делает его популярным выбором для любителей лёгкой авиации, желающих строить и летать на своём собственном самолёте. Этот самолёт подчёркивает философию доступности и самостоятельной сборки, что делает его особенно привлекательным для тех, кто хочет самостоятельно построить и эксплуатировать лёгкий самолёт без необходимости больших инвестиций в готовые решения. А какой самолёт вас удивил больше всего? Пишите в комментариях, обязательно подписывайтесь на канал, я с удовольствием прочту ваше мнение. И спасибо за просмотр, друзья!